Девушки отдыхают Чернобыль вообще очень удобен для туристов, хотя бы по той простой причине, что достопримечательности здесь находятся недалеко одна от другой, как, например, вот эти три памятника. Вот, кстати, памятник нашему старому знакомому сантехнику или водопроводчику. Подобного рода памятники мы уже не первый раз встречаем на улицах городов нашей страны. Вообще, становится ощущение, что по количеству памятников сантехнику он скоро догонит Тараса Григорьевича Шевченко. Так, смотрите, в двух метрах от него располагается памятник бедленному произведению Ильфа и Петрова «12 стульев». Да, все абсолютно верно. Сейчас попробую посидеть. Ощущения, ощущения такие горячие и твердые. А рядышком, опять-таки, буквально в двух метрах от стульчика, добрый день, пожалуйста, находится памятник человеку-невидимки. Вот такие вот ботинки. Ходит легенда, что если разуться и встать туда босыми ногами, вы обязательно исчезнете. Но чтобы мы и не попробовали, такого не может быть. Готовьтесь, сейчас, возможно, будет фокус. Буквально незадолго перед нашим приездом на стене здания напротив областного управления милиции появился вот такой патриотический рисунок студент, который читает книгу на баррикадах. Кстати, организаторы планируют... Ох, пардон. Организаторы планируют, извините, пожалуйста, и дальше привлекать всех желающих вот к этой акции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова